Здравствуйте, в эфире программа интервью дня. Еда является одним из самых популярных развлечений на время самоизоляции. Вынужденное пребывание дома, работая удаленно и питаясь запасенными продуктами, может обернуться набором лишнего веса и другими проблемами со здоровьем. О том, как пережить самоизоляцию и остаться в своем весе, именно об этом мы сегодня поговорим с Ксенией Сергеевной Чумановой, врачом-диетологом Краевого центра медицинской профилактики. Здравствуйте, Ксения Сергеевна. Здравствуйте. Итак, многие люди остались на самоизоляции, это означает, что либо заказывают еду домой, либо начинают готовить, экспериментировать, смотреть сериалы и постоянно-постоянно кушать. Вот какие диеты или какие лучшие продукты употреблять во время самоизоляции для того, чтобы поддерживать и достаточный уровень энергии в организме, но и при этом, конечно, не набрать лишних килограммов. Прежде всего, питание должно быть полноценным и разнообразным, поскольку мы действительно привыкли питаться на бегу и очень часто отучаемся готовить. Здесь необходимо учитывать, что в рационе должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Соответственно, углеводы у нас должны поступать в пищу в первой половине дня, жиры где-то в серединке, и, наконец, мы оставляем белки, чтобы легче переваривались, ну и в том числе клетчатка. Очень полезно добавлять клетчатку, это балластные вещества, которые улучшают моторику, а поскольку мы будем все больше находиться дома и двигаться наименее, поэтому клетчатка очень важна у нас в рационе. Итак, белки, жиры, углеводы. Давайте пример, что лучше съесть утром, что съесть в обед и что съесть вечером. Ну, а завтрак – это однозначно каша. Каша? Да, и каша должна быть тоже разная, и пять злаков, и два злака. Сейчас у нас очень большой выбор. Гречка, пожалуйста, полба сейчас актуальны каши. То есть, та же наша любимая каша «Дружба», где мы пшено с рисом, то есть, молоко добавляем. Но сахар я бы ограничила, потому что мы можем добавить изюмку, рагу, то есть, орешки, что дает привкус сладости, но у рафинированных сахаров у нас не поступает. В обед желательно сварить суп, потому что это жидкая пища, он не сильно калорийный. То есть, суп, опять же, мы варим либо на вторичном говяжьем бульоне, не курином бульоне, ну, избегаем свинину и баранину, как жирные сорта мяса. Дальше можно откушать второе и лучше запекать. Допустим, тот же белок у нас поступает с мясом, это курица, индейка, говядина, ну, лучше телятина. И второе – это уже овощи идут, да. Два перекуса у нас будет фрукт между завтраком и обедом. Любой фрукт не ограничено. Второй перекус у нас будет между обедом и ужином, соответственно, это уже лучший кисломолочный продукт. И на ужин мы съедаем небольшое количество белка, опять же, это либо кусочек рыбы, либо курицы или индейки, и клетчатка, то есть, салат из свежих овощей, либо тушеные овощи. Это хороший совет, наверное, для тех, которые, людей, которые находятся дома и уже не знают, чем заняться, потому что с утра приготовил кашу, только приготовил кашу, уже пора готовить суп, а потом варить или жарить рыбу, да. Ну, если вы находитесь в изоляции вместе с детьми, то это, это неизбежно, потому что дети должны питаться точно полноценно. А для людей, которые проводят весь день за компьютером, работают на удаленке, конечно, здесь уже некоторые аспекты меняются, да, мы не можем готовить три раза в день, но с помощью мультиварка. Ксения Сергеевна, вот сейчас все начинают сходить с ума, и потому что читают о том, что сочетание таких продуктов, как имбирь, лимон, чеснок и мед, позволяет сильно повысить иммунитет человека. Действительно ли это правда? Вообще существуют ли продукты, которые могут не просто поддержать иммунитет, а действительно повысить его? Продукты действительно могут повысить иммунитет, и как ни странно, в первую очередь мы не должны отказываться от белка, несмотря на то, что сейчас великий пост идет, да. Белок – это строительный материал для всех клеток иммунной системы, для эндокринной системы, то есть он нам необходим. Соответственно, 100 грамм белка в среднем человек должен съедать в любом случае, он повышает иммунитет, потому что иначе его взять неоткуда. Пресловутый витамин С, который у нас содержится, как вы уже перечислили в продуктах, да, ну, больше всего его в ягодах содержится, поэтому заморозки, которые у нас… Ещё среднего сезона. Ещё, да, и в магазинах встречаются, и в собственной морозилке, я предлагаю делать из них морсы всевозможные, да. Лук, чеснок, имбирь ограничено, потому что, ну, статистика неутешительна, гастриты встречаются. Хочу вот вернуться к замороженным ягодам, просто для себя хочу задать вопрос. Я тот человек, который любит прям замороженную ягоду, есть холодное, не размораживать, приобгрызть. Вообще, она полезна вот в таком виде, или это просто как мороженка? Замороженка. Замороженная ягода, она не утрачивает своих свойств абсолютно, то есть витамин С разрушается при 60 градусах, соответственно, если вы её не варите в кипятке, с ягодой у вас всё сложится. Но грызть это насчёт эмали, если у вас эмаль нечувствительная, и всё в порядке с зубами, да, то пожалуйста. А вообще, желательно морсы делать, то есть вы блендером размолите, да, ягоду добавляете… Залей кипятком? Да, либо метка маленько, либо просто холодной водичкой, то есть это чтобы комнатной температурой, кипятком не надо, потому что 60 градусов витамин С разрушается. Поэтому я вас не уговариваю варить компоты, но морсы, пожалуйста. Расскажите ещё, пожалуйста, вот люди стараются реже выходить из дома, как составить медью так, чтобы человек смог купить себе весь продуктовый набор на всю неделю за один раз, и при этом не нужно было тащить на себе там три-четыре больших огромных сумки. Ну, рыбу купить проблем нет. У нас рыба замороженная есть, говядина та же продаётся замороженная. И курица, ну, не обязательно брать охлаждённую, можно купить тоже замороженную, переложить её в морозилку, пожалуйста. Крупы все у них в срок годности как минимум полгода, то есть равные, да, по цене они тоже доступны. Опять же, фрукты лучше брать те, которые растут у нас, да, яблоки, вот, к примеру, они тоже хранятся вполне себе долго, то есть забить морозилку с кисломолочкой потруднее получается. Потому что всё равно нужно ходить, да. Да, портится. Но кисломолочный продукт у нас хотя бы раз в три дня, если употребляем, и то хорошо. Но белки, клетчатка у вас есть, можно добавлять клетчатку сухую, допустим, чтобы стимулировать моторику, если мы не можем себе позволить фрукты в достаточном количестве. Ещё один вопрос касается как раз тех людей, которые, опять же, сидят на самоизоляции. Самоизоляция – это всегда стресс, это какие-то конфликтные ситуации с домочадцами, потому что неизбежно вы общаетесь больше, да. И мне кажется, что в этот момент люди делятся на два типа. Первый тип пытается стресс постоянно заедать, смотреть сериалы, и там что-то мелкое постоянно, семечки, конфетки, сушки есть. А второй тип – это людей, которые начинают снимать стресс алкоголем. Вот вообще, насколько можно заедать стресс едой в режиме самоизоляции? Насколько вреден алкоголь или, может быть, наоборот, действительно он помогает иногда снимать стресс? Рука действительно тянется к холодильнику, потому что есть зависимость, когда человеку стало скучно, он, так сказать, потребляет пищу ради веселья. Это идёт подсознательно, то есть он не знает, чем заняться. И в этот момент, когда вы подумали, что вам что-то съесть, а основной приём пищи у вас был всегда попить воды, потому что центр насыщения и жажды находится рядом. И когда глоток воды, у вас удовлетворяете жажду, соответственно… Желудок наполняется водой. Желудок наполняется водой, да. И на перекус пусть всегда стоит курага, орешки, потому что несколько орешков и кураги вам точно не повредит, а это источник калия и микроэлементов. А что касается алкоголя? Насчёт алкоголя в самоизоляции особенно я бы была против, потому что алкоголь – это всегда задержка жидкости, это отёки. Алкоголь всегда усиливает аппетит. Вы сами знаете, да, даже рекомендуется небольшое количество вина для аппетита, так сказать. Поэтому я не сторонник. Лучше отказаться. Лучше отказаться на этот период. А какие полезные привычки, в том числе и в физической активности, и в том числе в питании, можно выработать, находясь дома? То есть многие говорят, все люди, когда работают, они начинают есть, когда придётся. Кто-то на ходу кушает, кто-то раз в день или два раза в день. Всегда говорят диетологи, что полезно кушать часто, но маленькими количествами. Можно ли вот эту перевычку сейчас, находясь дома, выработать у человека? Это самое, наверное, оптимальное время, потому что главное вставать не позднее, чем на час, да, со своим графиком. Если встаёте в 6, ну вставайте в 7, ну максимум в 8. То есть не нужно спать до 12. Да, совсем до обеда мы нарушим всё, у нас не получится питаться дробно. Стали всегда начать лучше утро со стакана воды, лучше стакан воды с лимоном, потому что все обменные процессы, которые у нас за ночь происходили, чтобы почки начали выводить, мы запускаем их чистой водой. То есть стаканчик выпили, пошли приводить себя в порядок. В этот период можно сделать самую банальную гимнастику, которую помним там ещё со школы, с детского сада, да, привлекать к этому ребятишек. Потом идёт завтрак, я вам говорю уже, мультиварка, это вообще выход из положения. То есть кашка у вас уже готова, позавтракали. И здесь вот с утра можно уже начинать работать, да, потому что мозговая деятельность, она активная именно утром. И здесь, если вы будете соблюдать режим, у вас всё сложится. Я думаю, что проще потом будет, когда мы привыкаем и с частыми малыми порциями, и берём с собой контейнеры на работу. Это позволяет всё-таки следить за весом и не переедать вечером, потому что когда половина дня в голодном режиме, так сказать, а вечером мы отрываемся. То есть это позволит наладить процессы в организме, похудеет, ну и сэкономить деньги уже в будущем. Я думаю, да. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Пожалуйста, всего доброго. На этом наш выпуск подошёл к концу. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго.